МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По пути из Улан-Батора в Москву Красноярск посетила делегация ЦК КПСС во главе с членом Политбюро товарищем Горбачёвым. Далёкий 1980-й аэропорт Красноярск. Вот впереди виднеется здание аэровокзала, а на месте нынешней стоянки для автобусов перрон для самолётов. Вот это место, это была взлётно-посадочная полоса, 2362 метра. Она была немножко коротковата для того, чтобы взлетать с полной взлётной массой. Именно отсюда почти 20 лет подряд взлетал заслуженный пилот Советского Союза Иван Ливандовский. За его плечами 23 тысячи часов в небе, 10 типов воздушных судов и 48 лет лётного стажа. Он хорошо помнит, как развивался Красноярский аэропорт, как здесь появились новые типы самолётов. Он начинал здесь летать, а это ведь не забывается. Как первая любовь, здесь юность прошла. Здесь мы начинали, здесь мы на крыло становились. Я летал на Ил-1402 именно с этого аэропорта. Но это всё проходило здесь. Сейчас на месте старого аэропорта мало что сохранилось. Ведь это один из самых оживлённых районов города с десятками многоэтажек и дорожными развязками. Но почти 70 лет назад всё здесь было устроено иначе, но мало кто это помнит. А мы попробуем показать наглядно, как это было. Вот здесь, на улице Молокова, раньше была взлётно-посадочная полоса. Сюда приземлялись и отсюда взлетали в небо самолёты. На улице Взлётная, вон там, примерно на месте этих домов, был перрон для самолётов, где в ряд выстраивались Ту-154. В районе нынешнего бизнес-центра располагалась стоянка самолётов Ил-76. А на территории парка Четырёхсотлетия была рулёжная дорожка, по которой двигались самолёты ко взлётно-посадочной полосе. А вот в этом здании располагалась служба управления воздушным движением и командно-диспетчерский пункт, где управляли самолётами, а на первом этаже базировались лётные отряды. Сейчас об аэропорте, работавшем на задворках Левобережья, напоминает разве что название микрорайона «Взлётка» да несколько строений. Когда-то, открываясь эти ворота, туда можно было закатить полностью для ремонта самолёт. Купол, в принципе, тоже оригинальный. Время, конечно, пристроило очень много всевозможных к нему пределок и настроек, но видно, что первоначально это здание – это именно авиационный дом. Тяжёлые ворота – единственная деталь, которая хранит воспоминания об авиационном прошлом этого здания. Раньше здесь ремонтировали самолёты, теперь машины. Выход на посадку, пассажиры проходили вот сюда. Вот здесь вот калитки были, и пассажиров мы водили пешком, да, самолётов по перрону. А это здание аэровокзала. Его построили в 1954-м. В нём больше 20 лет отработала Людмила Петровна Лагвиненко. Как всё было устроено в порту в те годы, до сих пор помнит в деталях. Он был настолько новенький, что там стояли круглые столы и на стульях белые чехлы. Вот так сидели пассажиры и ожидали рейсов. С каждым годом пассажиров и рейсов становилось больше, типов бортов тоже. Самолёты Ту-154 отрывались от земли так низко, что однажды пострадала машина, которая ехала по шахтёров. Ну, взлетает Ту-154. Вдруг отказывает что-то там. У него 40 тонн топлива в крыльях. Ну и что с города останется, если я шваркнусь на этот город? Нельзя было летать. Взлётную полосу удлинять было некуда, поэтому в 1970-м в посёлке Емельянова началась большая стройка. На подготовку площадки и возведение взлётно-посадочной полосы ушло тяжёлых пять лет. А 5 октября 1980 года в новый аэропорт из Москвы прибыл первый технический рейс. Это было событие, которого ждали 10 лет. В итоге, по заключению госкомиссии, аэропорт признали пригодным для рейсовых полётов. А вот фотография, которая до сих пор хранит память об этом событии. Сейчас она в музее. Эта фотография символизирует прибытие первого технического рейса самолёта ИУ-62 в аэропорт Краснодарский Емельянова. Этот ключ у меня в руках. Это символика самого открытия аэропорта, который был вручён экипажу самолёта ИУ-62. А это Владимир Иванович Лейман. Он главный хранитель истории инженерно-авиационной службы. В этой небольшой комнате в аэропорту десятки экспонатов. И живая вода из вертолёта, и рабочее кресло бортпроводника из ИЛ-86. Владимир Иванович в авиации 44 года. И помнит, кажется, всё. Как летали со взлётки, как строили аэропорт в Емельянове, как открыли и как работали в нём. На работу мы ездили. Даже приходилось летать на самолётах Ан-2 вместе с экипажами. И колёса лежали, и ящики с инструментом. Всё это было. ГСМщики, которые самолёты заправляют, они по грязи чапали. Мы ходили, когда приезжали на автобусе, в вагоне переодевались, обувь такую снимали, туфли, одевали вот эти сапоги. И до вечера. Так по аэродрому в резиновых сапогах и по щиколотку в грязи ходили ещё несколько лет после открытия аэропорта. Виктор Аркадьевич Скрябин пришёл сюда в 82-м, замначальником по строительству и эксплуатации. Это ему предстояло построить всю инфраструктуру будущего международного аэропорта Красноярск. Это здание предполётной подготовки, вот этот норильский терминал, вот эта диспетчерская. Главный интерес в том, что мы создавали такое мощное предприятие. Это, собственно, не один аэропорт, это был Красноярский аэроузел. И за почти 30 лет работы он это сделал. На его счету несколько десятков объектов, которые сейчас с успехом служат аэропорту. Но это уже совсем другая история. Юлия Чопчев, Алексей Гусев, Енисей. Новости.